Субтитры сделал DimaTorzok Этот концерт снимался 23 сентября в Москве. Снимался он полностью за собственные деньги. И в этом концерте нет ни одной рекламной интеграции. И мне нравится думать, что это моя принципиальная позиция. Так что, если вдруг вам так понравится концерт, что вы захотите поддержать его и финансово, в описании есть ссылка на Donation Alerts, куда вы можете скинуть любой донейшн. Заранее вам спасибо большое. И спасибо всем, кто поддерживал меня с самого начала моего пути или только что подключился к этому. Спасибо вам большое. Без вас не вышел бы мой любимый концерт. Приятного вам просмотра. И у меня в детстве не было друзей. Поэтому, когда я играл в компьютер, рядом со мной сидела и смотрела бабушка, как я играю в компьютер. Потому что, когда кто-то играет в компьютер, и рядом кто-то должен сидеть и смотреть обязательно. Древняя традиция. Я играл в Counter-Strike. Бабушка сидела рядом. Я ей говорил, ну чё, бабуль, давай до первой смерти. Бабушка говорила, ну тогда я выиграла. Но на самом деле она приходила по другому поводу. Она каждый раз просила, чтобы я на компьютере включил ей песню «У церкви стояла карета». В исполнении Надежды Кадышевой. Сейчас я вам спою эту песню. Вы чё, народ? Вы ещё не знаете, что вас ждёт. У церкви стояла карета. Там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты. Невеста всех краше была. На ней было белое платье. Винок был приколот и взрос. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слёз. Горели венчальные свечи. Горели венчальные свечи. Невеста стояла бледна. Священник у клятвенной речи сказать не хотела она. Так, я устал петь. Но я подстраховался. У церкви стояла, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты. И венчальные святости. Невеста на всех краше была. На ней было белое платье. Как красиво. Винок был приколот и взрос. А на ней просто воскресная. На дуга слёз. Я устал петь. Я устал петь. Но я устал петь. А теперь вы все знаете тентов. После меня. Пожалуйста. Стрелиться. Там. Так, народ, вы что такие несобранные? Я не понял. Тампы. Невеста. Не делайте вид, что вы не помните. А потом бабушка уходила, а я продолжал играть в Counter-Strike, но уже с другим настроением. На этой сцене под ваши горные аплодисменты Андрей Рапетов. Привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Круто, что вы здесь. Вообще рад вас видеть, как вам декорация. Да? Круто. Да, мы вот хотели создать такую атмосферу, чтобы вот как в придорожном кафе. Где-то на границе с Казахстаном. Чтобы вот на языке чувствовался вкус шашлыка и свободы. Вот какое мы ощущение хотели создать. Надеюсь, что получилось. Да. Я уже год в Москве. Я уже год в Москве. Ничего себе. Вашими молитвами все хорошо, все супер. Вот годик в Москве, наверное, уже и хватит. Правильно? Уже годик, если уже так-то. Нормальный срок. В принципе, зачем больше Москву я уже прошел. А вот, пара континенты. Да. Вообще рад, что переехал в 25. Потому что мне кажется, что я уже не потеряю свою провинциальную идентичность. Мне кажется, с какого-то момента провинцию видно. Во взгляде. Знаете, в таком жалостливом взгляде. В таком даже немножко жалостливом вопросительном. Это взгляд, который... А как это залог невозвратный? А всегда, когда я говорю провинциальную идентичность, люди немножко улыбаются. Мол, ой, какой тонко чувствующий колхозник. Но вы тоже меня поймите. Провинциальная идентичность, ну, звучит намного приятнее, чем посттравматический синдром. Много новых страхов в Москве. И главный новый страх в Москве — это вернуться обратно в Пермь. Что есть ощущение, что в Перми все только этого и ждут. Вообще, когда уезжаешь из маленького города, никто тебе удачи не пожелает. Там максимум. Ну, не прощаемся. Настолько не прощаемся, мы, наверное, с перона не уйдем. Ждем. Сейчас губернатора позовем. Выстроимся всем городом. Чтобы, когда я приехал в гости, в Пермь, вышел с поезда, а губернатор скомандовал всему городу. Троекратное! Мы же говорили! Мы же говорили! И военный хор спел бы каста, не забывай свои корни, помни. Да. Я, на самом деле, понимаю, почему так происходит. Потому что искренне считаю, что люди, которые остаются в Перми, ну, более сильные, чем я. А я, уехав в Москву, за возможностями сдался. Потому что я больше не могу так часто выдавать желаемое за действительное. Я больше не могу давать интервью региональному телевидению, на серьезных щах говорить. Мы продвигаем серфинг в Пермском крае. А сам стоит и гладильную доску обнимает. Да, серфинг в Пермском крае — это когда ты не пропускаешь ни одну волну безработицы. Очень важно было за год немножко сменить мимику. Потому что я из мест, где особенная мимика. Это такая мимика, которая всем видом тебе говорит «Я очень устал, но не надо мне помогать». На московскую мимику, которая всем видом говорит «Я полон сил! Открыт новому! Помогите мне кто-нибудь!» Сейчас, кстати, это не только московская мимика, честно говоря. На всероссийский уровень вышла. Не хватает немножко сердобольности какой-то, знаете, непрошенных манер. Я ехал в метро, девушка что-то чихнула. Я ей с дуру говорю «Будьте здоровы!» Она поднимает глаза и говорит «Я вообще-то замужем!» Думаю «Ну, умри тогда! Что мне еще тебе пожелать?» Стараюсь быть современным парнем в большом городе. Но как-то корни побеждают. Мне кажется, провинция — это постоянное желание сжигать мосты. Я каждый день хочу с кем-то перестать общаться на всю жизнь. Особенно утром. Я вот, не знаю, что-то позавтракал. Что-то позавтракал, сижу, курю. Думаю, а может, с матерью вообще больше нахуй не созвонились? Мне кажется, я могу быть неправ, но мы все с ней обсудили, честное слово. Да у нас не разговор, у нас не диалог, у нас не беседа. Она просто 15 минут вбивает в меня слово «питуньи». Я в 25 пошел к психотерапевту. Вроде здорово, но родственникам не говорю, потому что для них я как будто бы мальчик со справочкой буду. Не хочется. Хотя все окружение, какие-то близкие люди поддерживают, говорят, вообще Андрюха молодец, вообще раньше надо было. Что, кстати, не очень, да, как поддержка. И вроде здорово, когда тебя поддерживают, твое окружение, но мне все равно до сих пор со скрипом дается фраза «Мы тут с моим психотерапевтом проработали». Потому что каждый раз, когда я говорю фразу «Мы тут с моим психотерапевтом проработали», внутри меня как будто бы весь мой рот до пятого колена слышит это и делает «пфу, блядь». Ой, 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 позорище, позорище. Незнакомой тетке на мамку за деньги жалуются. А ты, Андрюха, вот когда хрящики в детстве от курицы не доедал, мы знаем, что у тебя ни хуя хорошего не получится. А вот так оно и вышло, а так и вышло. Тебе бабка сколько раз говорила, что остатки курицы, они для менталочки хорошо. Хрящики, дофамин, кожица, окситоцин. У тебя отец все детство редис жрал. Никакой биполярки, ничего. Только алкоголизм, но это базовое. Стараюсь. Я понял, что я скряга. Даже когда деньги какие-то появились, мне все равно до сих пор нужно доказать всем, что я в своей экономии самый крутой. Я накопил себе на макбук в какой-то момент, и только я накопил нужную сумму, я сразу начал искать аналог на пять тысяч дешевле. Но по характеристикам игровой. Я же, блядь, известный игрок. Вот эта игра, посмотри все рецепты гулеша на ютубе, чтобы вывести свой. И, знаете, вот это, мне хочется каждому своему другу с макбуком сказать, ты что, не слышал про Мейзу? Ходишь еще вот так его прямо вот у груди держишь брендом. Ты знал, что они противоударные? Ёбни! Все эти обзоры, сотни обзоров на телефоны, где большим заголовком написано «Обзор на убийцу айфона». Мне в кармане не нужно средства коммуникации, мне нужен убийца. Думаете, Стив Джоб сам умер? Нихуя! Сиоми. Я стараюсь какие-то фразы употреблять современные и вроде в правильном контексте их каждый раз употребляю, но оказывается, что я не совсем правильно понимал их происхождение. Знаете слово «too much»? Знаете? Да, все, спасибо. А что оно значит? Перебарщил. Хорошо. Я абсолютно так и знал, что оно это самое и значит. И так же его употреблял, когда кто-то перебарщивает, я говорю, ну это «too much». Единственное, я не знал, что это на английском. Что это два разных слова «too much». Но в моей голове все было очень логично. «Вот есть туман». Вот, дано, туман. И вот есть очень плотный туман. Он же «too much», все логично. Вы чуть-чуть с краешку сидите. Если что, это все равно, это самые крутые места у вас. И у вас самые крутые места, кстати говоря. Реально. Я объясню, почему. Я не буду на вас поворачиваться весь концерт, вообще обращать на вас внимание. Но это то есть не значит, что плохие места. Я выступал в Череповце, и люди буквально вот как вы сидели, мне мужик выкрикнул, что у меня очень выразительный торец. Что бы это ни значило, но… Это выразительность перед вами. И перед вами тоже, кстати. Оба торца выразительные. Я в Питере еще, кстати, пожил. Три месяца буквально. Не очень понравилось. Не мой город. Хотя, да. Просто, хотя мне все в Перми говорили, Андрюх, езжай. Езжай, тебе Питер очень пойдет. Смотри, как на солевого похож. Тебе очень Питер пойдет. А если что не получится, ты просто на одно издание вместо горгульи встань и все. Будешь флэт-уайт на кокосовом варить. Очень необязательные люди в Петербурге. Каждый раз, назначая встречу на пять, человек приходил в пять пятьдесят и говорил, ну мы же не прям на пять договаривались. А мы прям. На пять договаривались? Это такой петербургский циферблат. Прям пять, прям шесть, но не прям семь. Кстати, Путин поэтому и не уходит. Он же из Петербурга. Ему тоже одна же сказали, Владимир Владимирович, срок четыре года. И он так кокетливо. Че прям четыре? Там еще и Ельцин у меня там прям-прям. Я недавно смотрел рекламу прокладок. Есть что? Это не отсутствие плавного перехода. Просто хочу быстренько смыть вкус сприторной политической сатиры. И вот в этой рекламе женщина в рекламе прокладок служит на военном корабле. Типа либре супер впитывающее. Все сходится. Но по сценарию, по сценарию, честно говоря, слабовато. То есть она всю рекламу ходит что-то по каютам, раскидывает прокладки под матрасы. Не со спинсом, ничего. То есть если бы я писал сценарий для рекламы прокладок, где женщина служит на военном корабле, он бы начинался так. Типа Люда, пробоина! Все Люда бы доставала из кармана либре супер впитывающее. И высушивала бы Азовское море к херам. Че, я... Мне вот 26 недавно исполнилось. Я от родителей в 16 переехал. Есть что, за этим не стоит никакой драмы, трагедии, ничего такого. Просто у мамы на 16-летие в подарок попросил тернистый путь. Особо говорить не пришлось. Единственное, что я сказал, я говорю, мам, знаешь, я хочу сам. Я хочу сам поступить в Пермский промышленно-коммерческий колледж и только потом узнать, что его аббревиатура это пи-пи-кака. Мама, отпусти. Я приезжал недавно в гости к маме в маленький город в Пермском крае, он называет Чернушка. И у нас многодетная семья, и в какой-то момент ну, мы все разъехались. И мама, видимо, для нее вообще важно в жизни хоть в чем-то поддерживать жизнь, потому что она угорела по цветам, по-страшному. У нас теперь дома комната под цветы. Моя. Комната теперь как могилка выглядит. Мне не нравится такой любовью, мама относится к цветам. У нее любимая фраза учит вот так. Она говорит, Андрюш, ну что я сделаю? Я что не посажу, у меня все растет. Ну что я не посажу, все растет. Я говорю, мамуля, мы в такой стране живем, ты не пизданикой никому. Что ты что не посадишь, у тебя все растет. Все растет, у нее дома фиолетовые лампы. Это, если что, крайняя стадия. Значит, ей уже плевать, что люди на улице подумают. Город, 10 тысяч населения, администрация не освещает улицы. Фиолетовые лампы моей мамы освещают улицы. Я представляю, как люди идут по чернушке, смотрят наши окна и такие, ну, Танюха заслужила. Пятерых вырастила, как говорят у нас в чернушке, smoke weed every day. Если вы думаете, что у вас мама тоже занимает цветами, это нормально. Нет, моя мама на другом уровне, потому что у меня дома сад. Заходишь домой, есть ощущение, что моя мама хочет взъебать маму природу. Вот что происходит в моем доме. И полная фраза про любовь к цветам звучит вот так. Она говорит, Андрюш, я что не посажу, у меня все само собой растет. А у этих многодетных матерей вообще все само собой растет. Я вас в Пятерых вырастила, что думаешь, у меня папоротник не зацветет? А с Фикусом-то, Андрюх, как с тобой? Снадцать лет на подоконнике и в подъезд нахуй. Что думаешь, он в пипи какая не поступит, да запросто? Я когда переезжал, 16 лет, из чернушки в Пермь, я заехал в двухкомнатную квартиру, где помимо меня жило двое мужиков. И вот мне 25, я переехал в Москву. И вы говорите, что? Заехал в двухкомнатную квартиру с двумя мужиками. Вот и все мое взросление, я просто меняю мужиков. Да? Продолжай в том же духе. А меня на самом деле правда все устраивает. Жизнь с мужиками — это вообще другой уровень эмпатии. Приятно, когда дома кто-то ждет. Вам не понять, как это после тяжелого, рабочего дня, прийти домой, где тебя встретят фразой «А че такой ебальник кислый?» И на душе теплее. Десять лет самостоятельной жизни, двенадцать съемных квартир. Я никогда не жил один. Все время какие-то мужики. Было пару девчонок, но это так, мимолетное, что девчонки не дают лучик надежды, а я за полную безнадегу. Мне эта надежда нахуй не нужна. Я в плане безнадеги максималист. Знаете, мой стакан наполовину в кредит. Сколько же это мужиков, да? Это вот столько мужиков. Я думаю, монологов пять в женский стендап я могу записать. Я слышу, когда Ирина Мягкова что-то про мужиков говорит, я думаю, да ты вообще пороху не нюхала. Двенадцать квартир. Лучше в мою телефонную книгу не заглядывать, потому что может сложиться впечатление, что я люблю, когда меня стропонят, потому что у меня там двенадцать номеров хозяек. И переезды стали чем-то обыденным. Я помню, когда я в первый раз переезжал, у меня все там было, все по коробочкам. Каждая чашечка у меня в газеточку. Все там в этой пупырчатой ленточке обвито. Все, Андрей Сдекович поехал к мечте. А сейчас... Я в двенадцатую квартиру, когда переезжал, у меня все вещи уместились в два тридцатилитровых черных мусорных пакета. В одном чистое, в другом грязное. Ах да, еще посуда. Завернутая в чистую одежду. Да, живу еще с ребятами, у которых не срач, а концепция. Потому что каждый раз надо прибираться. Они такие, Андрей, интересный факт. Ты знал? И какой-то у них этот паблик, интересные факты для засранок. Все время они берут где-то его. Андрей, знаешь, да не, мы уже тряпочки-то намочили, но вот просто так, вкинем. Андрей, интересный факт. Ты знал, что пыль на 80% состоит из человеческой кожи? И то, что мы не вытираем пыль, это значит, что мы принимаем себя. Я думаю, а с унитазом что за история? Расскажите мне. Круто жить с мужиками, потому что каждый день перед твоими глазами есть пример, до какого уровня не надо опускаться. Потому что я однажды пришел домой, а эти капусту квасят. По туториалу на ютубе. Один из соседей пробует капусту, смотрит на меня и такой, не, надо кислее. Как его ебальник. А я еще чистоту люблю. Я достаточно чистоплотный человек. Вот говорят, мыслить нужно до конца. Мне кажется, вот, кстати, посуду надо мыть до конца. Я ненавижу людей, которые вот эту посуду вам помыл, а капельки по раковине, блядь, протереть мы не можем. Да? Вот половина зала похлопали, а с ними такие, да это же просто вода! Это же просто вода! Смотри, это просто вода! Вместе откуда течет вода? Ты еще до водопада доебись! Но нет! Вот вы считаете, что это просто вода? Вы вытираете? Хорошо, вы... Вытира... Вы... Итак! Просто вода, да? Просто вода! Я сейчас стою в глазах всех этих мужиков, которых я засал отчитать. Вот сейчас они в твоих глазах. Вот смотри, просто вода! А ничего, блядь, что после двух дней эта вода в разводы у нас превращается... И я это пимолюксом мою. Я нанимался? Если... Если я нанимался, ты мне скажи, я, может, зарплатку какую-то заберу, мне сейчас деньги нужны за столько лет. Просто вода, блядь! Докладно просто вода! На раковине вода, рядом вода, на полу вода. Ты посуду мыла или ложечкой ты баловалась там? Ты что делала? Просто вода! Потом такие же, как вы, мне говорят, да, глобальное потепление, ерунда! Просто вода! А все растает в итоге. Везде вода, вода эта рано или поздно высохнет, и от планеты Земля останется один большой развод. И только я это с пимолюксом смогу решить. живу с малолетками. Я взрослый уже дядька, нахуй. Я уже взрослый лоб. У меня уже свои кастрюльки. Не какие-то там разные. Набор. Все у меня разного размера. Все. Одного цвета при этом. У каждой есть крышка. И вы сейчас охуеете, насколько я взрослый. Крышка, это подходит по размеру. Я дед. Да. Вы скажете, так составь расписание уборок. А? И тогда все наладится. Составь расписание уборок. Если хочешь жить в чистой квартире с врагами, составь расписание уборок. А я составлю расписание уборок, они возьмут, да и приберутся. А мне не надо по бумажке. Ты, блядь, почувствуй. Подолжение он мне делает. Реально приберутся? А я тогда, если не приберутся, я не смогу быть бытовой жертвой. Знаете, говорят, у самурая нет цели, есть только путь. Так вот, у пизострадальца тоже нет цели. Есть только... Ой, надо было самому с самого первого раза и делать. Ой, блядь, заставь дурака Богу молиться. Он и лоб расшибет. Ой-ой-ой. Кастрюльками моими больше не пользуйтесь. Мои мальчики моей любви не ценят. Не ценят. Они не понимают, я, может, самая мудрая женщина в их жизни. Они бы без меня чистых плентусов никогда в жизни не увидели. Но они не ценят. А что они меня не ценят? Может, потому что у меня нет основного рычага влияния, и я не могу манипулировать отсутствием секса. Потому что я пробовал. Отсутствие секса в моей жизни их вообще никак не мотивирует. Хотя, может быть, надо бы. Надо бы. Если бы в моей жизни чуть больше секса было, я бы, может, чуть меньше внимания на капельки обращал. Может, это как-то связано. Могу я жить один уже? Могу. Ну, опять, как я без своих мальчиков? Реально. То есть, мне надо, если я заеду, буду жить один, с одним условием. Если меня сделают главным в подъездном чате. Вот тогда. И я, причем, буду такой, качественной гнидой. Я прямо, я, когда заеду в подъезд, если у них чат будет ватсап, я скажу, мы вайбер. Чтоб они поняли, с кем имеют дело. и то, даже тогда заеду не один. Заеду я и мой принтер. и мы будем печатать предупреждение. мы предупредим обо всем. в том, что не надо сорить, в том, что не надо кричать, в том, что не надо, блядь, мои объявления стирать тут, так понятно вам. Я буду ночью, неважно мне день, вечер, ночь, вообще утро, все, кружочки присылаю. Я буду ночью присылать кружочки вот эти, ой, а кто это у нас Винстон Синий курит? Не из 30 ли четвертой квартиры? А я, блядь, знаю, что из 34 квартиры. Я видел, что он Винстон Синий курит. Я его купил и сам раскурил и бросил. Ну, чтобы в напряжении держать подъезд как-то тоже в тонусе. Ох, они заебутся на моих лебедей из покрышек скидываться. Я просто себя знаю, я достаточно ностальгирующий человек. Я буду создавать срач дома специально, чтобы как бы воссоздать присутствие моих мальчиков. Если рано или поздно я начну жить один, придете ко мне в гости, взлетите в туалет, а там стульчака босса. Знаете, это значит, что я скучаю. Что в каждой капельке мой друг. Это он, Серега. Это Лева. Побольше. Это он, Ильдар. Черкаш. Плохо мы с ним закончили, что я могу сделать. Такой был человек. А вы верите, что у каждой квартиры есть свой запах, по которому можно сказать что-то о человеке, что который что-то говорит о человеке? Можете сказать, да? Нет, я не буду погружаться в это. Да, я, кстати, тоже верю, что много чего можно сказать о человеке по запаху в квартире, в доме, кроме людей, у которых кошка. Потому что там многого не скажешь. Там единственное, что можно сказать, это то, что человек живет в иллюзиях, что дома мочой не пахнет. Второй раз второй раз зал разделился. Как на капельках прямо. Что ползала, ха-ха-хи-хи, а вторые такие, не пахнет. Вообще не пахнет. Кто-то, ты все время к ним приходишь домой, у них вообще никогда не пахнет. У них вот эта порода британская, безотходная, она вообще не пахнет никогда. Я люблю кошек, честно говоря, но меня всегда пугала любовь их хозяев. Что каждый раз ты приходишь и в первую очередь тебя знакомят. Не важно, не важно, сколько членов семи, блядь, дома. Кошечка у нас первая. Вот эта, она у меня, это Ася, она у меня вообще все понимает. У меня вообще все понимает. Берет ее, говорит, смотри, в ее умные глаза. А я смотрю в эти глаза и вижу там только я ссу там, где она не знает. Я вот думаю, а спустя 12 съемных квартир какой я запах собрал дома. Я жил на разных квартирах, каких-то, знаете, полупритонах, каких-то хостелах у друзей, именно полупритонах, то есть до притонов я не опускался. какие-то бабушки на ремонты. Чем пахнет у меня дома? Мне кажется, заходишь домой ко мне и отчетливо пахнет надеждой на светлое будущее. Запах, кстати, очень похожий, как у людей с кошками, но суть другая. Да. Какой-то я странный пузырек, я какой-то странный парфюмер. Знаете, я запах собрал, но когда я его открою, секса не начнется. Начнется жесткая генуборочка. А мне уже ничего не страшно. Я жил в трехкомнатной квартире, где помимо меня жило семь мужиков. Кстати, не понял, удивление это или восхищение. Сколько смехов мы этой шуткой открыли новых. Вау. Да, у меня прозвище было Белоснежка, если что. Кстати, исходя из вашей испорченности, мы поймем, на кую Белоснежку вы подумали. Из сказки или из девятой роты. А я из сказки. Потому что я всех румяний и белее. И потому что я спал в выдвижном кресле, как в гробу, поэтому я белоснежку. Я не буду вам рассказывать о том, как было тяжело в этой трехкомнатной квартире. Потому что тяжело не было. Это было крутое время, что мы все были друзьями, мы жили такой, знаете, коммунной, всячески как-то помогали. Много мы научились вместе. Однажды, вот, один мой сосед, он приготовил завтрак, и мне после этого завтрака вообще не страшно быть бедным. что завтрак состоял из четырех ингредиентов. Это вода, мука, сода и майонез. В совместе это была лепешка. Да, если добавить нитроглицерин, то взрывчатка. Очень удобная лепешечка. Ну, из уважения к своему другу, он говорил, это у него тако. Мы жили, блядь, как в наркокартеле, поэтому тако. Он еще сделал и украсил ее, как он это назвал, змейкой из майонеза. Я, конечно, из бедной семьи, но никогда, выдавливая майонез, я не думал, ой, змея, змея. Посыпал ее содой, не шипи, змея. Отец у нас так любил майонез, что мы называли его укротитель змей. Да, ну, круто. Я, на самом деле, вообще, после того раза очень уважаю его. Уважаю его в первую очередь за то, что он после этой лепешки жить продолжил, потому что я думаю, это не так просто. Он еще ест ее, говорит, питательно. Питательно. Святой дух более питательный, чем эта лепешка. Кому ты расскажешь? Это та лепешка, на которую ты калории при приготовлении тратишь больше, чем в итоге потребляешь. Я запомнил этот рецепт, рассказываю подруге, говорю, вот такой рецепт, да, знаю. А ты, говорит, знал, что если запечь в духовке, то хот-дог получается. Только, говорит, без сосиски. Я думаю, да это и пицца охуительная получается, и чизкейк. Вообще, одновременно все и ничего. Реально. Ну, то есть, были, конечно, и пожестче какие-то ситуации в этой квартире, но, что самое важное, меня эта квартира, она научила сразу смотреть в корень проблемы и не поддаваться эмоциям, потому что однажды у одного из нас начались проблемы, его бросила его первая любовь, села в тюрьму. Ну, так бывает. И он очень расстроился, сейчас кто бы не расстроился. Он-то с ней хотел. И он еще, он жаловался, говорил, а мы были близки к тому этапу в отношениях? Я говорю, да, она выбрала другой этап, очень жаль. И он по-настоящему переживал, он много пил, дрался с кем попал, и у него были суицидальные наклонности, и мы старались ему как-то помогать. То есть, я буквально укладывал человека спать. Вот в один из разов я уложил его спать, сам пошел к себе в кресло, и сквозь он слышит, что кто-то заходит в ванную, и вода начинает течь без колебаний. А в квартире, где живет восемь мужиков, если вода течет без колебаний, два варианта. Мастурбация или суицид. Если первое, я еще могу как-то оставить по рукам ему дать, чтобы он не занимался непотребством. А второе, что, мы так далеко с мамой в манипуляциях не заходили, я не знаю, как спасать человека от суицена. И, что, я стучусь, слышу, вода работает, а так ни ответа, ни привета. Еще раз повторяю, меня эта квартира научилась сразу смотреть в корень проблемы и не поддаваться эмоциям, потому что мы с ребятами выламываем дверь. Все, захожу в ванну, свет горит, вода течет, это сидит в сознании, но порезал вены. И первое, о чем я подумал, я подумал, ну а ты же знаешь, что мы недавно счетчики на воду поставили? Ты что, кипяток прямо надо тебе? Кипяток включил, свет включил, а что, чайничек уже не поставил, чтобы совсем нас до нитки ободрать? Ты, наверное, знаешь, уже, наверное, умирай. Умирай. Мы тебе на могилку квитанции ЖКХ принесем. Нам еще по 18-19 лет, мы откуда знаем как спасать человека ассоцируешь, что там, за гематогенкой бежать, что надо делать, чтобы кровь все мог? Скорую не вызовешь, он спил две недели подряд, у человека белочка, он там маму, папу, брата всех позвал, кроме нас. Реально, как скорую вызовешь? Потому что с его состоянием, где скорая, там я психдиспансер. Где психдиспансер, там его на учет поставят, где на учет поставят, там его узнают, что мы восьмером без договора снимаем. Мне это вообще не надо. У меня эта ситуация, знаете, она еще раз как-то вот доказала мне, что я доверяю все-таки татуировке своей тети на пояснице. Мемента море. Потому что смерть, она реально, она близка. Мне очень нравится история людей про смерть, потому что это 50 на 50 всегда рулетка, именно не про смерть, а про близость к смерти. Потому что это либо какой-то опыт, из которого человек вышел другим, либо это другие 50%, где человек рассказывает историю про близость смерти, задыхаясь от хохота. Когда он вот это, когда вот это, и мы, Али, а мы пьяные, и докуриные, Али, и Али, и Али, и Али уже тонет, блядь. Давай победим, наверное. Реально, а кто был близок к смерти? Похлопьте, есть такие? Может, есть? Достаточно много. У Сы, кстати, тоже было детство. Кто не хлопает? Это, когда вы каждый день близки к смерти. Это еще называлось «Я погулять на полчасика». Там как раз это, заброшки непроверенные. Как там они без меня? В сугробы уже, я полностью войду в сугроб или нет? Мам, мне надо проверить. Да, я, мне нравится история про близость смерти, потому что я всю жизнь слушал, вернее, ну ладно, не всю жизнь, до какого-то возраста историю от отца, который все время что-то немножко поднапевался и говорил «Мадрюшенька, ты знал, что папка-то у тебя в рубашке родился?» Я знал, он в этой рубашке всю жизнь не ходит. Я говорю «Андрюш, в рубашке родился». Со мной, говорит, однажды такое случилось, я однажды напился, закурил, уснул, просыпаюсь, горю. Ну и, короче, выжил. Спасибо за историю, папа. Горел, и выжил. Падали, но поднимались. Мой папа, кстати, линейное повествование придумал, если что, ни одного намека на сюжетный твист вообще. Я просто очень в шоке. Вот это, вот эти алкаши, за год по тысяче их, которые закурил, уснул. Вот эти самые возгораемые матрасы у них за секунду. А в курении ведь не так много задач. Стой с открытыми глазами. Ты куда, лёв? Еще они все время говорят, я просыпаюсь и уже горю. Нихуя ты крепко спишь. Че прямо не щипит, ничего. Тебя, наверное, пожарные тушили с криками как ангелочек. И просто я еще допивался до разных состояний, но я никогда не думал, сделал в говно и не думал, да, все хорошо, вот сейчас бы только покемарить и позатягиваться. Почему такой маленький трагичный опыт ничему не учит людей? Почему мой папа даже не выдумал и не сказал, Дрюша, я вот однажды напился, закурил, уснул, просыпаюсь, горю, выжил, сделал много выводов, ушел в науку с головой и вот Айкос придумал. Меня поэтому 15 лет в твоей жизни и не было. 15 лет провел под хвостом у бродячей собаки вывести рецепт. У меня тоже есть история про близость к смерти. У меня есть брат сводный, мы с ним одногодки, и все, наше детство заключалось в том, что мы очень много работали в огороде. Так решила наша мама объединить нас в ненависти к ней. Мне вообще очень хорошо с этим тимбилдингом, с этим видом. И у нас в какой-то момент был любимый сериал, он назывался «Счастливы вместе», и у нас была фирменная фраза «Братву на сиськи не меняют». «Братву на сиськи не меняет» «Братву на сиськи не меняет» «Братву на сиськи не меняет» «И все, мы поехали». А с мамой и без мамы огород — это абсолютно два разных огорода, потому что без мамы — это такой огород, когда вы в последний момент делаете все, что надо было сделать за день. Узнаете, что такое дедлайн? И мы что-то приехали на огород, пропололи пару грядок и пошли на речку, что-то ха-ха-хи-хи, что-то плещемся, булькаемся, все нормально. Единственное, без футболок нас не представляете, потому что это резко в гей-драму превращается, где мы плещемся, булькаемся, кричим «Мы все равносводные!» Не, мы давали пизды друг другу на реке. Вот так мы делали. Тренировали приемы. И все, мы что-то на реке, ха-ха-ха-хи-хи. Я думаю, что-то как-то скучно, надо толкнуть брата в реку. Но с нашей фирменной фразой «Братун и сиськи не меняй». Чтоб он, я не знаю, что, мотивировал меня, чтоб в воздухе посмеялся. Не знаю. Я думаю, ну все, настало время, все, толкаю, говорю, братун и сиськи не меняй, толкаю его, сам отталкиваюсь и падаю нахуй в воду. Я тогда вообще в тот день очень много новых слов узнал. Дедлайн, всю минутная карма. Я упал в воду, испугался и смотрю на, ну стою из воды, смотрю на брата, а он вообще не рад, не смеется. стоит в оцепенении, сказать ничего не может, шары вот такие. Я не понимаю, что произошло. Я оборачиваюсь назад и понимаю, что из воды торчит огромная арматурина. И я понимаю, что если бы я чуть-чуть по другим углам упал, то эта арматурина вообще бы запросто пробила бы мне голову. И это еще ничего, что арматурина пробила бы мне голову, но последними словами в моей жизни это вообще не то, что я хотел бы на надгробие, если что. А я еще своего брата знаю. Он бы меня в последнюю очередь с этого достал со штыря. Что если он приедет домой и скажет маме, Андрей умер, а еще и огород не прополот. Такого мама не простит. И он бы и день, и два, и три бы не грел, потому что мы однажды сломали удлинитель от компьютера, так мы неделю ничего не делали за компьютером, чтобы пиздюлей этим удлинителем и не получить по итогу. И все. А пока он там отмалчивается дома сидит, меня уже чернушинские аллигаторы сожрали, все. Осталась только у меня башка моя. И все. Хоронят Андрюшу в закрытом гробу. Все ревут, воют, молчат. Один мой брат запевает нашу любимую поминальную песню. Я каждый жест в каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит, звеня, нет, никогда я тебя звучит. Я на следующий концерт не планирую шутки писать, если что. Если вам так нравятся песенки, поработаем. Я еще свистеть научусь, будет круто. Все говорят, что нужно помнить о смерти, но мне кажется, вернее, мне не кажется, со мной произошла ситуация, которая доказала мне, что нужно помнить и о счастье тоже. Я стою на Курском вокзале, жду друга, стою, никого не трогаю. Это такая концепция у Курского вокзала, стоять, никого не трогай. И стою, и мне в спину прилетает чувак говорит, а вы не подскажете? Я думаю, ну что людям на Курском вокзале нужно? Наверное, время вернуть желательно все. Но он продолжает фразу так, он говорит, молодой человек, а вы не подскажете, каково это быть счастливым? Я что-то с перепугу без 15 и 11, отъебись от меня. Это что за привокзальный познер меня настиг. Кого это быть счастливым? А он еще козел такое место выбрал. Вокзал, такое место, где порог входа в философский разговор максимально низкий. Я вот только что думал, а вот чебурек с Кока-Колой. Это как? И вот проходит мгновение, я делаю шаг в неизвестность, я уже о вечном разговариваю с человеком. Более низкий порог входа только в самом поезде. Я ехал как-то в поезде, в купе, и сосед по купе, такой, дядька, я завариваю чай в пакетике, сижу, и он говорит, а можно у вас пакетик? По второму разу, говорит, можно пакетик? Я говорю, ну можно. Все, он берет пакетик, накапал, блядь. И так макает, многозначительно смотрит в этот стакан и говорит, да, третий раз уже не заваришь. Такие, ничего в этом мире не вечно. Я ж на бирку посмотрел, там точно принцесса Нури, а не Махатма Ганди. Откуда такие всплески? Я стою на Курском вокзале, понимаете, я, он, вернее, он со спины оценил степень моего счастья. А я снежинки ртом по диснеевскую музыку не ловил в этот момент. И я тоже, я тоже не вижу его, я тоже, как бы, романтик. Я строю образ. Вот я стою спиной, понимаете, я стою спиной, и мне говорят, каково это быть, если я думаю, ну наконец-то. Ну наконец-то. Не дудяда к тебе разъебу, давай. Кто там, кто там? Бог спустился, Бог, наконец-то. Либо Бог, либо очень хитрый военком. Кто же там? Фух, кто же там? Давай, надеюсь, Бог, в каком же человеческом обличии спустился Бог? Надеюсь, молодой Ельцин, нох надеюсь. Фух, как же эффектнее появиться перед Богом? Заднее сальто, наверное, не то. Так, что там? Может быть, вот так? Не, наверное, какая-то это, я ничего не рекламирую. Так, наверное, наверное, вот для этого я волосы отращивал. Давай, тройной оборот и влетай в его жизнь. Все. Все. Раз. Раз. Я ждал Бога, но Ницше был прав. Бог умер. Конкретно в этом чуваке. Там стоял такой чувак, он как будто бы была куча с городскими сумасшедшими, он нырнул в нее и вынырнул таким. Он стоит в костюме с кружкой, но в меховой кепке. Все мы знаем, что стиль, как бы он из деталей состоит. У меня вопросов там к костюмчику, к кружечке, к туфелькам нету. Единственный вопрос про меховую кепку. Я взрослый мужик, я концепцию кепок знаю. Концепция кепки. Защищать от теплового удара. Какая концепция меховой кепки потеть в унисон с хозяином? Какая? Я говорю, я не знаю, каково это быть счастливым. Он говорит, а я знаю. Я думаю, хоть бы он сказал, бе-бе-бе-бе-бе, и убежал. Он просто подразнил меня. Но по итогу не так. Он достает из заднего кармана небольшую книжечку. Говорит, вот книга моего мастера, который меня научил быть счастливым, и вас научит быть счастливым. Я даже где-то обрадовался, потому что я человек такой, мне жизнь дает, я беру. Реально. То есть, вот это, разговаривать с блаженными, обожаю. Реально. Я люблю с блаженными разговаривать. Я на семейных ужинах всегда до последнего досиживаю. Им уже когда даже не о чем говорить, я накидываю. Это когда они сидят, в конце вечера тортик с чаем едят. Так-то весь вечер лодку хуярили. Сейчас у них тортик с чаем. Кстати, после вот этого действия появилось слово шлифануть, если что. Вот это, когда они сидят, вилочками стучат, брякают. все уже все проклятия закончились, все обсудили. А я сижу, ну я знаю, как подлить масло в огонь. Я сижу и такой вдавленный в диван, сижу, такой, «А вот НАТО, да? Там какой-нибудь дядька точно такой, блядь, Андрюха, тебе хоть и восемь, но котелок-то варит, смотри-ка, а не зря мы тебе дали водку попробовать. Смотри, как сразу ты все схватываешь на лету. Да, и все, вокзал, этот чувак мне про счастье объясняет, старается, так, знаете, классно рассказывает, так старается, бесплатно вообще, два моих любимого слова. Вот так, так хорошо рассказывает, что я, я же возвысился над Курским вокзалом и где-то на высоте 100 метров над Курским вокзалом меховая кепка вызывает все, столько же вопросов. И вот на этой высоте я слышу его голос, который говорит мне, все хорошо, можете оставить книгу себе, только скиньте любой донейшн. Я так расстроился. Какой донейшн? А когда у вас с пацанами в меховых кепках стрим на Твиче? Какой донейшн? Ты опоздал, ты уже не по тем правилам. И он из кружки достает, вот мой номер Киви кошелька, кстати. Киви кошелек. Я подозревал, что люди, которые Киви кошельком пользуются, как-то ответственны за распространение счастья. Но здесь сменится человек, который пожил. Который знает. Который до этих ваших биткоинсов уже познавал себя и мир. И мне реально, мне так обидно стало. Я думал, мы с ним по-настоящему, он со мной из-за бабок. Обидно стало. Я говорю, денег нет. Есть притча. Есть притча. Знаешь, Бог сделал человека из глины и остался у него неиспользованный кусок. Что еще слепить тебе? Спросил Бог. Слепи мне счастье, попросил человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусок глины. Чувак такой, слышь, сука, книгу верни. Все, в итоге, стоим на Курском вокзале, боремся за счастье. Меня просто эта встреча с городским сумасшедшим вообще навела на размышления счастья. Я понял, что я не умею быть счастливым, потому что каждый раз, испытывая момент счастья, я думаю об одном. Я думаю, а это сейчас оно? Это тот самый искренний, настоящий момент счастья? Или это просто в картошки фредно-деревенская попалось? Это что, сейчас? Меня не научили быть счастливым, потому что каждый раз, когда я был счастлив в детстве, у меня мама говорила, а ты сильно-то не радуйся, что где белая полоса, там следом пойдет черная. Ты должен быть к ней готов. И как-то это со временем стерлось, это грань белой и черной полосы, и я просто постоянно жду приближения черной. Даже если я буду испытывать абсолютный момент счастья, я буду сидеть на берегу Тихого океана, рядом со мной будет сидеть любимая женщина, мама. Все, мы сидим с мамой, все, деремся за руки. Океан шепчет. Но в этом шептании океана я не буду слышать приближения чего-то нового, светлого, настоящего. Я буду на приливе слышать что-то типа сегодня лучший момент в твоей жизни, но завтра тебе пиздец. Говори, лидер работы по образованию. Мам, не подпес, давай, куда тут? Счастье. Кто говорит, что вот счастье это миг, что счастье это момент. Меня эта концепция тоже не совсем устраивает. Мне не нужно миг, мне нужно все счастье сразу, мне нужно счастье пачкой. Дайте мне супер, гипер, дипер, счастье 9000. Вот такое счастье мне утра. Или я что, плохо завуалировал, что я хочу героин попробовать. Да, счастье. И все портит, все портит эта фиксация счастья. Мы сколько раз в семье ругались из-за того, что мама все время, давайте сфоткаемся, зафиксируем счастье, пока отчим трезвый. Все, давайте. Все там. И начинается, у нас большая семья, пока всех соберешь, там брат Никита на кухне, она ему говорит, Никита! Он чё? Никита! Чё? И начинается вот эта игра, как будто бы, блядь, он первый год живет и не знает. Когда говорят Никита, и ты говоришь, чё? Это не значит, что тебе, блядь, прямо сейчас ответят, чё? Тебе нахуй имя дали? У тебя имя есть, ты его когда слышишь, ты беги. Такая концепция у имени. И пока они перекрикиваются вот этим Никита, чё, ничего, иди сюда. Всё, уже поздно фиксировать счастье, когда надо фиксировать отчима. Мы стоим очень долго, фоткаемся. Мама смотрит на фотки, говорит, а чё лица-то попроще нельзя было сделать? Так, мама, ну, быть счастливым, это работа. Мы в две смены хуярим по лицам, видно? Да. А кто счастлив? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нормально. Смотрите, во-первых, круто, вообще рад за вас, сейчас будем переубеждать. У меня есть концепция счастья, небольшая, извините, она слегка напоминает марафон желаний, не пугайтесь. Мне кажется, что по-настоящему, ну, мне очень нравится думать мысли материальные, вселенная и всё такое, но материально по-особенному. Мне кажется, что по-настоящему счастливый человек может закричать о том, что он счастлив. Счастлив! Респект. Вот видишь, это обычно не встречают аплодисментами. Что остальные такие? А мы вот не прям так. Слушай, наверное, не прям уж. Я понимаю, вы счастливы. Смотрите, в чём моя концепция счастья. То есть, мысли материальные, но по-особенному, потому что мне кажется, что вселенная, она, знаете, она как хулиган-задира во дворе. Ну, то есть, нельзя вселенную просто просить о чём-то. Нельзя ей говорить, вселенная, я очень хочу быть счастливым, я буду много работать и стараться, только сделай меня, пожалуйста, счастливым, я заебусь и спать не буду, только сделай меня самым счастливым. И вселенная смотрит у тебя в этот момент такая, ой, я хочу быть самым счастливым. И ничего тебе не даёт, ничего не получается. У вас было такое, что вы чего-то очень сильно хотите, вкладываете очень много сил, времени, ничего не получается, как только вы отпускаете, оно само собой приходит. Оно и понятно, потому что в этот момент вселенная это видит и такая, ну вот, наконец-то ты расслабился, на тебе чуть-чуть кокаина. Только и всего. А моя концепция, что счастье дурака, можно просто обмануть вселенную, даже не будучи счастливым, кричать о том, что счастлив, если уж вселенная это дворовый задира, а чего боится дворовый задира, если ты ему скажешь, да давай, давай, ебашь меня. Мне терять-то нечего. Давай. А чё меня? Давай ещё семью мою. Вселенная так же. Сделай как бы это для неё вызовом, типа, эй, вселенная, я самый счастливый парень. Ой, ой, что ты меня, ой, блядь, сделаешь меня ещё более счастливым. Давай. Давай, а что? Да, я счастлив. Я счастлив. Да, блядь, я счастлив. Это, это у меня лепёшка жарится, и чё? Да, я, ну вообще, я, это не мешает мне быть счастливым. Поняла вселенная? Вселенная, я всё равно, я счастлив, вопреки, понятно тебе, вот эта пандемия, война, не из разницы мне. Я всё равно, я, я в этом ядерном грибе буду с улыбочкой, понятно? Узнаешь. Я счастлив. Вселенная смотрит на меня сверху и такая, ну ты кринж. Да, моей вселенной 16. Она меня, в ТикТоке увидела. У меня у вселенной крашеная прядь вот здесь. Была вторая встреча с городским сумасшедшим. Если первый был такой, знаете, блаженный, где-то поэтичный, то второй, прямо агрессивные продажи, как будто бы пылесосы продавал человек. Я иду по Москве, он меня хватает, говорит, вы москвич? Я говорю, нет. Вы студент? Я говорю, нет. Ну видно, вы творческий. Я такой, вы сука. Вот тут ты меня подловил. И он мне говорит, у меня к вам есть единственный, один и единственный вопрос. А счастье, оно где? Я не успел ответить на Курском вокзале. пока он не добавил. Он говорит, а счастье, оно где? Внутри или снаружи? Я говорю, а ты не против, если я спиной повернусь? Он говорит, ну это даже для городского сумасшедшего пиздец странно, ну давай. И все, я поворачиваю спиной. Я говорю, знаешь, мне кажется, счастье, это не внутри, не снаружи. Мне кажется, счастье, это что-то неосезаемое. Вот все говорят, помни о смерти, но мне кажется, что нужно помнить и о счастье. Мне кажется, что счастье, а ты с кем там пиздишь эти важные вещи рассказывать? Мне кажется, что счастье, понимаешь, оно может поджидать тебя на каждом шагу, и ты можешь найти его где угодно. но ты можешь найти счастье на берегу Тихого океана, ты можешь найти счастье в сомнительном ситкоме, ты можешь найти счастье в трёхкомнатной квартире, где живёт семь мужиков. Знаешь, ты вот ждёшь от меня ответа, где счастье, что счастье. А у каждого свой рецепт счастья. Я вот свой рецепт нашёл. Всего четыре ингредиента. Вода, мука, сода и майонез. Да, если запечь, то хот-дог получается. Просто, понимаешь, в этих умелых руках эта лепёшка запросто превратится в комок глины, из которого ты сможешь слепить своё счастье. Он говорит, а вы разбираетесь. Я такой, раз. Вот книга моего мастера. Стоп. В идеальном мире я должен был сказать. А теперь давайте сфоткаемся и зафиксируем счастье. Посмотреть на получившееся фото и спросить. А чё? Лица-то попроще нельзя было сделать. Но, похоже, я и вправду был счастлив тогда, раз этого не сделал. Или это уже тумач? Или это уже тумач? Разを Van drinkеру. Ну. Или это уже нет. Или это уже тумач? Или это уже неприятно. berg 很енежий. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...